Добрый день, приветствую вас на своем канале по изучению основ работы Primavera P6. В данном видео я расскажу о настройках отображения линий диаграммы ГАНТ, как настраивать линии, примечания к линиям и так далее. Приступим. Запускаем Primavera. Открываем проект, созданный в предыдущих видео. Нажимаем правой кнопки в окне диаграммы ГАНТ и выбираем линии. Тоненькие желтые линии это линии базового плана. Если он назначен, то желтые линии будут соответствовать длительности операции базового плана и могут отличаться от текущей реалии, как показано на видео. Можно поменять название линий, а также определить и параметр, который она будет показывать в столбце шкала времени. В столбце фильтр можно отфильтровать только те данные, для которых будет выводиться данная линия. Для того, чтобы у вас список линий и их отображение соответствуемо ему, необходимо нажать кнопку по умолчанию. В блоке стиль линий по параметру форма для каждой из линий можно выбрать геометрическую фигуру на начало и окончание линии, а также ширину линии. В параметре цвет можно выбрать как цвет линии, так и цвет начальной фигуры. В параметре штриховка выбирается, будет ли линия сплошная или как-либо заштрихована, а в параметре строка, сколько строк будет занимать данная линия. Отличие видать только, когда включаешь отображение вспомогательных горизонтальных линий. Каждую из колонок можно расширять. К сожалению, полностью окно настройки линий нельзя сделать шире. Линии критического пути по умолчанию красного цвета. Также возможно с помощью настроек поменять цвет и вид данной линии. Зеленая линия – это операция, находящаяся не на критическом пути. А синяя линия – это факт выполнения какой-либо операции. Также можно настраивать отметки верх и базового плана. Линия сводка – это суммарно длительность всех операций, входящих в одну ИСР. Перейдем в группе настроек – настройки линий. Поставим галочку напротив «Показывать линию, когда сверху». Данная настройка показывает длительность и работ при сворачивании и сверху. Для того, чтобы убрать показ линий при сворачивании, необходимо на каждый вид отображаемых линий нажать и снять галочку «Показывать линию, когда сверху», как показано в видео. Перейдем к настройке сужения линий во вкладке «Настройки линий». При постановке галочек напротив данных параметров будет показано нерабочее время и нерабочие периоды операции на линиях в виде тонкой линии. При использовании шкалы «Неделя-день» про шкалу времени у меня отдельное видео, видно сужение линий операций на выходных днях и между днями. Сужение на линии будет зависеть от типа календаря, используемого на данной операции. Давайте заменим календарь на операцию А1034 во вкладке «Общие» с 5-дневного 8-часового рабочего дня на 7-дневный 24-часовой рабочий день. Как видите, линия операции стала сплошная, без утончения. Нерабочие периоды операции будут показываться, если у вас операция разделена на несколько этапов. Переходим к окладке «Подписи к столбцам диаграммы». Выделяем линию сводку. Внизу указано, какие подписи к данной линии уже установлены. Нажимаем «Добавить», выбираем значение «Общий резерв» и нажимаем «Применить». Теперь между окончанием и названием группы появился нолик. Это количество дней на общий резерв. Удалим данный комментарий. Выберем теперь линию «Критические операции», добавим новую подпись справа, название операции. Как видно, напротив «Критические операции» теперь уже дважды название операции, потому что у нас есть подписи на «Критические линии» и на «Метках линии». Удалим подписи с меток линий и нажмем «Применить». Теперь, как видите, на операциях больше не показываются подписи. Добавим к меткой линии дату начала операции. Также, если обратили внимание, то расположение подписи можно тоже выбирать. Нажимаем «Ок» и переходим к настройке «Линейчатый диагноз». Во вкладке «Общие» ставим галочку «Показывать зависимости», нажимаем «Ок». К сожалению, в данном окне отсутствует кнопка «Применить». Придется постоянно вызывать данное окно. Как видим, теперь указаны связи между операциями. Также, включать и выключать связи можно, нажав на иконку «Линии зависимости» на панели управления. Следующая галочка в настройках «Линейчатый диаграммой включает» «Легенды на диаграмме», что, какая из полос и точек означает. Следующая настройка – это включение ограничений на длину подписи операции, если вам это необходимо. Размер окна заметок влияет на окно заметок. Во свернутых линиях есть параметр «Показывать зависимости до свернутых линий». Он показывает все операции при сворачивании, а также линии связи. Обращу внимание, что штриховая линия связи показывает, что данная связь со свернутой операцией, которую сейчас не видно. Теперь, для того, чтобы убрать показ линий на линии сводки, необходимо опять зайти в линии и для каждого типа линий убрать отображение. Выбор параметра «Свернуть до отдельных линий» на нашем примере никаких видимых изменений не привносит. Вкладка «Отчетная дата» помогает настроить синюю полосу расчета расписания. Вкладка «Разделительные линии» – это отображение основных и вспомогательных линий на геограмме галта. При больших проектах не советую их выставлять сильно часто. Вкладка «Линия прогресса» устраивает линию прогресса, которая может выводиться согласно какого-либо базового плана на проект, если их назначено несколько. Линия прогресса включается на главной панели соответствующей иконы. Включим ее и посмотрим, как она изменяется в зависимости от параметров, которые мы можем менять в настройках. Также есть такая функция, как луч. Ее можно включить, нажав на именную иконку или с помощью перетаскивания линии расчета расписания. Данный луч выделяет желтые даты и все операции в окне слева, попадающие в его даты. В последней настройке – это выделение периода. Можно задать нужные даты грани, выбрать цвет и штриховку данного деления. Также как и луч, можно область выделения расширять с уже. Ну и последнее – это можно вставить текстовое дополнение. Данное текстовое дополнение можно перемещать и корректировать. На этом видео по настройке отображения в поле диаграмм плянта завершаем. Основные настройки я вам показал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok